мы в государственном музее в санкт-петербурге как же здесь красиво и никто тебе не мешает ходи смотри наслаждайся этой замечательной мировой живописью ох ты а вот это что у нас такой давайте пойдем поближе подойдем на это по черт они явления христа народу до знаменитая картина между прочим и я думаю что многие видели смотрели ну давайте посмотрим с другого ракурса что же мы здесь увидим с вами так интересно интересно значит тут у нас даже два варианта этой картины обратите внимание здесь вот это и маленькая какая-то еще одна версия при том кстати есть какие-то изменения давайте посмотрим поближе так мужчина здесь в одежде а здесь он здесь он у нас так то же самое без одежды без одежды да 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 ухты интересно чтобы это значило ну никто мне думаю не будет мешать я могу спокойно посмотреть и понаблюдать за этими отличиями что есть тут такое копия что не копия где оригинал или же это оба оригинала и две разные версии по крайней мере я об этом точно не знал но вот теперь узнал за идея только в такой подобный 3d виртуальный тур и насладись всем этим великолепием поэтому всем советую заходим в 3d виртуальные туры и получаем настоящее эстетическое удовольствие тем более абсолютно бесплатно но вот как то так всем привет с вами книга клуб добро пожаловать на мой канал сегодня в центре нашего внимания шикарная книга тайная мудрость человеческого организма от залманова абрама соломоновича шикарная книга и я с удовольствием передаю его в изучении в прочтении обязательно найдете для себя много чего интересного значит александр абрам соломонов залманов родился в россии в 1875 году после окончания гимназии поступил в московском университет по медицинскому факультету вот далее уже там он перешел на первый курс юридического факультета совмещал знание юриспруденции с изучением русской и общей истории и сравнительного языковедения далее был арестован и как один из организаторов всероссийской студенческой забастовки вот далее был исключен из университета ну а собственно уже уже позже позже мы уже наблюдаем что это человек все рос 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 много работал в клиниках в крупнейших городов европы вот и прочее 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 то есть самое что важное книга очень интересная я обязательно советую ее вам в изучении в прочтении о наших органях нашем организме вы знаете много чего интересного о том что чистка сосудов это важнейшие условия для и между прочим он излечал рак и это было очень интересно как он подходил к этому поэтому но особенно вот если еще погуглить посмотреть что из 30 пациентов рака больных раком 28 были излечимы вот как то так поэтому собственно что говорить давайте попробую немножко пройтись по традиции чем этим вот книга вас займет уверен значит что он пишет что не существует локальных заболеваний болезней органов болен всегда человек в целом не существует локального лечения но мы с вами знаем что болит сегодня там что-либо врач говорит давай вот вот этого болит это выдавая от этого то есть лечим симптомы они конкретику да то есть вот пожалуйста он уже тогда давным-давно по крайней мере это уже по тому как он мог доносил в своих книгах вот и между прочим эта книга была отпечатана в середине 20 века до нас советском союзе эта книга дошла лишь уже концу 20 века точнее уже в 80-х годах ближе 90 поэтому собственно русские меня узнали о этом его подходе чуть позже по крайней мере как-то так но у меня не будем заходить так далеко посмотрим что еще такого можем у него подчеркнуть он кстати про атомы тут пишет очень интересно вот вместо того чтобы значит заболевшим организме поднять энергетический баланс современная клиника старается поддержать горячую войну против различных агрессий совершенно пренебрегая значением энергетического баланса организма уровень жизни человеческого организма пропорционален объему энергии если организм преодолевает все нападки на него то здоровье человека вполне обеспечено если же энергетический баланс ниже среднего организм не сможет сопротивляться болезненным агрессиям и безнадежно заболеет название этой простой но первостепенной физиологической истины которую предугадывала старая клиника лишила современную медицину направляющей идеи общей по всей патологии бесчисленные антибиотики против различных видов микробов и вирусов ультразвук внутренней инъекции опасным образом изменяющие состав крови пневма и таракопластика ампутация частей легкого рассматривается как великие достижения терапии создана слепая бесчеловечная химико-физическая технология без всякого уважения к цельности и неприкосновенности бедного организма неужели медицина погрузилась в безумный оптимизм окончательно готовы идти по пути такого шизофренического разрушения медицина калечище должна уступить место медицине старающийся повысить энергетический баланс вот это и многое другое есть в этой замечательной книге передаю в изучении прочтение будет под видео ссылочка на сайте книга куб . и рэп смотрим заходим ну и собственно здоровья вам друзья здоровья да кстати знаете сидеть дома это лучше чем просто сидеть лаврентий берия вот как то так палец вверх подписываемся на канал ну а я продолжаю дальнейший книга коп пока пока